Здравствуйте! Итоги вторника подведем вместе с корреспондентами программы «День с толком» в студии Николай Потешкин. Смотрите в этом выпуске. На Барнаульском предприятии мучных изделий чуть не погибли рабочие, надышавшись парами сероводорода. Начало положено. В Министерстве транспорта рассказали о перспективах строительства аэровокзала в Белокурике. Святые писания, иконы и все это во фронтовой келье. Зачем священник из Алтайского края отправился на СВО? Итак, на одном из барнаульских предприятий чуть не погибли рабочие, надышавшись парами сероводорода. При этом речь идет о производстве, которое занимается изготовлением мучных изделий. Инцидент произошел накануне. Двое сотрудников в ходе выполнения своих трудовых обязанностей отравились, по предварительным данным, парами сероводорода. В результате превышения его концентрации в помещении. Потерпевшие в тяжелом состоянии госпитализированы в клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда на производстве. В ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура региона. Напрашиваются сотрудники предприятия, а также назначены строительные и химическая экспертизы. Автомобильный трафик в Алтайском крае в 2024 вырос на 5% в сравнении с прошлым годом. Эти цифры напрямую связаны с развитием туризма внутри региона. И рост стал неожиданностью даже для специалистов, которые отмечали, казалось бы, пиковые показатели в этой сфере в 2023. В связи с этим, вопрос своевременного ремонта и качественного обслуживания дорог региона становится еще более актуальным. С какими результатами мы заканчиваем год, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Алтайский край как первый в России субъект по протяженности дорог 53 тысячи километров сделал мощный рывок. За последние годы у нас обновили дороги Напаловск, Каменааби, Заринск, Поспелиху, Курею, Третьяково. Из всех бюджетов на ремонт дорог в 2024 направили более 21 миллиарда рублей. Большие надежды власти питают на обновленную дорогу Алтайская Ая-Бирюзовая-Катунь, где уже отремонтированы 20 километров. За счет средств инфраструктурных кредитов за два года будет проведена реконструкция этой же дороги на участке по тяженности еще 7 километров. Стоит отметить, что такие серьезные вложения позволяют создать в наиболее развитой туристической зоне Алтайского края практически дублер Чуйского тракта. Депутаты КЗС заслушали отчет о работе Министерства транспорта. Так, в ведомстве отмечают, что ситуация с автобусами в Барнауле, цитата, стабилизирована за счет новых машин, которые ходят по первому и десятому маршруту. 41 новый автобус передали краевой столице, еще 65 в районы. Благодаря этим мерам, в частности, удалось восстановить транспортное сообщение населенных пунктов с районными центрами и городами в Суецком, Волчхинском, Родинском, Угловском, Калманском, Куринском, Рубцовском, Ребрихинском и других районах. В 24-м край приобрел 22 автобуса. Скоро их передадут 18 муниципалитетов. Барнаул ожидает 5 новых троллейбусов. С их помощью проверят и состояние всей инфраструктуры электротранспорта. В министерстве ждут превышения показателей прошлого года по перевезенным авиапассажирам. За 9 месяцев года уже 600 тысяч человек. За весь 23-й было 700. Рост успособствует прямое сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Казанью, Пермью, Сургутом, Красноярском и Екатеринбургом. Явно скажется на потоке и обновление комплекса аэропорта. Его введут во второй половине 25-го года. А после компания «Новопорт» может приступить к строительству аэровокзала в Белокурихе, сообщил Антон Воронов. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаульские власти массово подали в суд на городских пассажироперевозчиков. Причиной стали нарушения обязанностей, прописанных в муниципальных контрактах. Недопонимание возникло из-за обслуживания маршрутов. Штрафы варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. Больше всего претензий к компании «Фэйтон» и «Дарина Авто». Первый перевозчик не выполнил условия по 17-му маршруту, поэтому контракт расторгли в одностороннем порядке. Вторую фирму хотят оштрафовать за 57-й маршрут, где договор также аннулировали из-за нарушений. Другим темам. Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем почти 12%. Таков прогноз социально-экономического развития России на ближайшие три года. Он был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Согласно документу, тарифы на газ со следующего года проиндексируют на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. Как сообщают в министерстве, индексация проведена с учетом изменения стоимости ресурсов и технологического обновления коммунальных объектов. Тарифные решения необходимо оптимизировать, в том числе из-за стоимости ресурсов, обеспечивающих работу коммунальной инфраструктуры во всех регионах. Напомним, в июле этого года тарифы ЖКХ проиндексировали на 9,8% в среднем по стране. Министерство промышленности и энергетики края ждут новые молодые кадры. С целью привлечения людей в технический вуз приехал министр Вячеслав Химочка. Он обсудил со студентами суть работы в госоргане и объяснил принципы взаимодействия с заводами. Подробности далее. Сегодня каких-то программ, финансируемых из бюджета, для того, чтобы привлекать на предприятия молодежь, их нет как таковых, потому что никакого бюджета бы для этого не хватило. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка посетил технический вуз в рамках проекта «Госстарт-диалог». Он направлен на профессиональную ориентацию молодежи и создание платформы для открытого обсуждения актуальных вопросов. Особенно много беседовали насчет роли правительства. Органы власти заинтересованы в новых кадрах. На самом деле, о данной встрече я не знала. Нам рассказал не преподаватель нашей по экономике природопользования. Мы с удовольствием на нее пошли. И на данной встрече мы узнали много интересного. Например, что можно пройти практику в министерстве. Мы не знали об этом, потому что наши специальности мы рассматривали только заводы, что можно там проходить практику, а про министерство даже не думали. Для прохождения практики необходимо разве что дождаться соглашения между Министерством промышленности и энергетики и ВУЗом. Подобное уже есть. Например, у Ранхикса. Как заверил Вячеслав Химочка, проблем с подписанием нет. Поэтому следующую практику студенты, скорее всего, смогут пройти в госорганах. Я сегодня был удивлен, конечно, такому количеству участников нашей встречи. Я уверен, что они все добровольно здесь были. И я уверен, что наше общение пойдет, в первую очередь, им на пользу. Нельзя молодежь отпускать. Ее постоянно надо вести вплоть до того, что за руки. И вот это мероприятие правильно, потому что оно на это и нацелено. Мы должны работать с молодыми людьми. В Крае начали культивировать древнейшую сельхозкультуру, которая может помочь при онкологии. Речь идет о растении амарант. Его еще называют фабрикой полезных веществ и широко используют в медицине. Впрочем, ценную траву можно применять и для множества других целей. Но легко ли ее выращивать? Есть ли шансы у забытой псевдозлаковой стать культурой будущего? В сюжете Елена Макаренко. Ну, вот эта сорт на данный момент универсал у нас. Оранжевое поле с непривычным взгляду растением. Его название тоже мало кому знакомо. Амарант, что в буквальном переводе означает «отрицающий смерть». Так предки нарекли мелкосеменное полезное растение, которое было основной пищей славянских народов. После про сельхозкультуру забыли. И совершенно незаслуженно считают агрономы, которые пытаются ее возродить. Культура очень древняя. Третий год пытаемся ее возделывать. Пробуем сорт, работаем с воронежем. Оттуда берем семена. И вот на продовольственные цели попробовали его посеять. Пока амарантовые поля в нашем крае можно встретить только в Калманском районе. Здесь им засеяно 50 гектаров. Урожай в этом году обещает быть неплохим, чему способствовали дожди. Но и в засуху растение довольно плодовито. Почему и решили возродить его культивацию. Выращивать амарант, говорят специалисты, несложно и не затратно. Главные трудности при сборе. Семена очень мелкие, да и вызревают поздно. Урожай может уйти под снег. Но если погода милостива, результат с лихвой оправдывает вложение. Получается 100 тысяч рублей с гектара. То есть это на данный момент довольно очень сильно рентабельная культура. В этом году с фермером заключила контракт одна из компаний по переработке сельхозсырья. На основе амаранта она производит ферментированный чай и муку. Но главное, говорит переработчик, это масло холодного отжима, которое широко применяют в профилактике и лечении онкологии. Я более 30 лет занимаюсь травами, изучением трав. И онкология у нас заболевание, которое молодеет. И стали обращаться совсем молодые люди с этим заболеванием. Начала усиливать лечение и вышла на культуру как амаранта. И производитель, и переработчик амаранта считают его перспективной культурой 21 века. Но пока продукцию, произведенную из богатого белком и полезными микроэлементами растения, закупают лишь Москва, Питер и Татарстан. Специалисты надеются, что вскоре ею заинтересуются и в других регионах, в том числе в родном Алтайском крае. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Священник из Алтайского края отправился в зону СВО военным капелланом. Зачем батюшка пошел на такой шаг и чем он может помочь бойцам? Анастасия Дороган расскажет. Фронтовая келья Владислава Лапертина. Сам он называет ее очень комфортабельной по сравнению с той, что была в лесу. Светлое помещение, снаряжение, которое может понадобиться за ленточкой, святые писания, иконы. На этих святые сербской православной церкви. В предыдущем батальоне Владислава было два серба, с которыми он поддерживает связь и сейчас. Я попал в разведку и с разведчиками, в принципе, служил большую часть времени. Потом, когда попали уже на сами позиции, началась сама боевая работа. Скажу, что большая часть личного состава стала спокойней. Люди занимались своим делом. Выезжали на БЗ, приезжали с ней. Я принимал пополнение. Впервые священник Владислав оказался в таких условиях в 2014-м, когда привозил гуманитарную помощь. Тогда он понял, что неравнодушен к судьбе и горе у местных жителей. Поэтому в 2022-м стал приезжать сюда уже с российскими бойцами и нести свою службу. Ты находишься в том месте, где необходим, где востребован, где ты максимально большую пользу приносишь людям и обществу. Я считаю, ты там и должен находиться. Особенно человек церковный, который живет не для себя, а для тех людей, которые находятся рядом. Сейчас он служит и общается с воинами-сибиряками и не может не отмечать особый дух земляков. Но каким бы ни был этот дух, любой человек нуждается в поддержке, особенно на передовой. Само присутствие священника в досягаемости, оно многое меняет настроение бойца. Потому что он чувствует духовную поддержку, чувствует, что священник имеет боевой опыт и тоже какие-то советы ему может дать, как духовного, так и практического характера. К этой службе священник относится философски. Считает, что православный человек должен относиться к любому делу, порученному ему, с послушанием. И встречать каждый день с любовью, как последний. Он уверен, главное в жизни – духовное спасение. Спасти себя и спасти других. За этим Владислав Лапердин и находится на фронте. Ирина Корчегина, Анастасия Дороган. День с толком. Около сотни жителей Алтайского края отметили вековой юбилей. А рубеж в 90 лет перешагнули 8800 человек. Эти цифры озвучил губернатор Виктор Томенко и дал старт месячнику пожилого человека в регионе. И о рамках края запланирован марафон долголетия. Это социальные ярмарки, обучение финансовой и компьютерной грамотности, акции серебряных волонтеров, выставки, экскурсии, походы в театры, а также другие культурные и спортивные мероприятия. В частности, команда Алтайского края, которая победит в региональном этапе, поедет в Кемерово на Всероссийскую спартакиаду пенсионеров. Вопросам здоровья уделят особое внимание. В течение октября в крае будут работать мобильные бригады по доставке пожилых людей из отдаленных сел в райцентры для диспансеризации. Активную деятельность в октябре начнут серебряные волонтеры. Сейчас в крае работает 179 отрядов серебряных добровольцев. Это почти 4000 человек. Добавим, всего в крае сейчас живет 570 тысяч пенсионеров. В эти дни по всей стране проходят высадки деревьев. За несколько лет в рамках реализации национального проекта «Экология» во всех российских регионах было высажено 290 миллионов деревьев самых разных пород. В республике Алтай по соседству с березовой рощей скоро появится хвойная. Сегодня волонтеры, экологи и местные жители в центральном парке села Майма посадили несколько десятков деревьев и одну уникальную для региона сосну. 50 сибирских елей и одна крымская сосна пополнили природный капитал республики Алтай. Молодые хвойные деревья высадили в парке культуры и отдыха села Майма в рамках национального проекта «Экология» и всероссийской акции «Сохраним лес». Андрей Турчак передал волонтерам-экологам слова приветствия и благодарности. Эта экологическая инициатива ежегодно объединяет вокруг себя тысячи людей, лесников, волонтеров и неравнодушных граждан. Наша республика принимает в ней активное участие. Сегодня мы вместе посадим здесь деревья, которые станут символом сохранения экологии и создадут благоприятные условия для отдыха на долгие годы. Акция проходит в России на протяжении шести лет. Вклад этого года должен составить 70 миллионов саженцев. Высаженные ели будут расти и крепнуть, и справляться с главной задачей – компенсировать последствия лесных пожаров и восстановить углеродный баланс. «Чтобы елочка прижилась, мы льем под корень воду, хорошо проливаем корни, чтобы она у нас прижилась, не болела и прекрасно перенесла зиму. И росла очень пышной и самой красивой». Все саженцы, кроме одного, выросли на алтайской земле в Шиболинском районе, потому проблем с их акклиматизацией не возникнет. Особое место центральное в парке занимает сосна «Крымская». Это подарок от новой республики жителям Алтая. Всероссийская акция «Сохраним лес» – это самый масштабный проект по восстановлению лесов в стране. За прошедшие шесть лет по всей России высажено почти 300 миллионов деревьев, и Республика Алтай ежегодно принимает участие. В этом году парк культуры и отдыха «Березовая роща» стал центром проведения акции. Сегодня здесь будут высажены 50 алтайских елей, а также крымская сосна. Это символичный подарок республике Алтай от Крыма в честь десятилетия воссоединения полуострова с Россией. В посадке деревьев приняли участие местные жители, волонтеры, экологи, сотрудники лесного хозяйства. Сам материал, скажем так, посадочный уже более-менее крупномерный. Я думаю, что ему не грозит затаптывание, да, какой-то случайный там фактор такой, когда просто не заметили. Его уже, скажем так, не спутаешь, не заметишь, случайности не будет. А то, что у нас климат более-менее влажный, в принципе, для них это довольно-таки нормальное условие. Какого-то особенного ухода не требуется. При хорошем уходе и подходящих условиях деревья могут прибавлять в росте до 30-40 сантиметров в год. А значит, уже через пару лет в Центральном парке Маймы рядом с русскими березками будут стоять молодые ели. Олеся Бедрева, Евгения Ижутова, Сергей Бертман. День с толком. А в Барнауле сегодня стартовал традиционный месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. В уборке улиц, тротуаров, дворов и общественных территорий, а также высадке молодых саженцев, поучаствуют предприятия и организации, а также студенты, школьники, общественные организации и сами жители города. Подробнее о предстоящих событиях смотрите в следующем сюжете. В краевой столице сегодня стартовал традиционный месячник осенней санитарной очистки и благоустройства города. Это прежде всего очищение улиц, тротуаров, зеленых зон, дворов и общественных территорий. Всего у нас будет в рамках месячника проведено более 100 акций. Самые массовые это будут у нас очистка в парках Юбилейный, Изумрудный, Центральный, по проспекту Ленина, по проспекту Космонавтов, в сквере Аванесова и в многих других. Подготовку территории города к зиме проведут во всех его районах. Этим займутся волонтеры, городские предприятия и организации, студенты и школьники учебных заведений и неравнодушные жители города. А каждый четверг в городе будет проходить чистый четверг. Кстати, первый состоится уже на этой неделе, 3 октября. Кроме того, в рамках месячника будут проводиться работы по уборке несанкционированных свалок, по очистке берегов рек, такие как Обь, Пивоварка, Барнаулка. Кроме того, муниципальным учреждениям благоустройства зеленения в рамках месячника будет продолжена посадка деревьев. Всего будет высажено, как раз сейчас в осенний период, более полутора тысяч деревьев и кустарников. Добавим, месячник осенней санитарной очистки и благоустройства будет длиться весь октябрь. А общегородской субботник запланирован на 18 октября. Юлия Щепина, День с толком. У меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните. Телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok